МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях прямо сейчас. Честная и прозрачная Центральная избирательная комиссия Республики подвела итоги выборов главы Чувашей. Здоровье пациентов, новые возможности Республиканской детской клинической больницы. Историческое прошлое. В Алатарском районе прошли археологические раскопки. Сегодня Центральная избирательная комиссия Чувашии провела первое заседание после единого дня голосования. В этом году выборы прошли в необычном формате. Избирательные участки работали три дня. После обработки всех протоколов ЦИК Республики объявил окончательные результаты выборов главы Чувашии. Предварительные результаты уже известны. Осталось их только утвердить. На протоколе подписи всех членов ЦИК Чувашии. Голосования считаются состоявшимся, а результаты действительными. Протоколы сдали все 28 территориальных избирательных комиссий. Результаты выборов, в принципе, всем известны. Набрав 386 тысяч 436 голосов, что в итоге составляет 75,63% от количества избирателей, принявших участие в голосовании, избранным на должность главы Чувашии предлагается признать кандидата Николаева Олега Алексеевича, поскольку он набрал более половины голосов от всех участников, принявших участие в голосовании. В этом году выбирать главу могли и жители Чувашии, которые в эти дни находились в Москве и Московской области. С помощью портала Госуслуг нужно было выбрать один из 30 цифровых участков и проголосовать. По данным ЦИК Чувашии, исполнить свой гражданский долг таким образом изъявили желание чуть более 700 человек. Но до участков дошли лишь 212. Результаты следующие. Число избирателей, включенных в список, всего 763. Число электронных бюллетеней, доступ к которым был представлен избирателям на цифровом избирательном участке – 212. То есть 212 человек получили карточки для голосования. Число избирателей, проголосовавших на цифровом избирательном участке – 212. И число недействительных в электронном бюллетене – 1. Утвержденные протоколы отправлены в Центральную избирательную комиссию России. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика. Олег Николаев, который после утверждения ЦИКом протокола голосования именуется избранным главой Чуваши, встретился с журналистами, чтобы ответить на вопросы, занимающие сегодня всех. Например, стоит ли ожидать кадровых перестановок в правительстве республики. Инаугурация избранного главой Чуваши Олега Николаева запланирована на 22 сентября. По закону, после выборов нового руководителя региона и вступления его в должность, правительство уходит в отставку. Такое бывало не раз, так произойдет и теперь. Однако кардинальных изменений в составе Кабмина не ожидается. Все мероприятия по реорганизации правительства и ее трансформации, ее деятельности, были реализованы уже в самом начале моей деятельности в качестве временно исполняющего обязанности главы региона. Поэтому серьезных изменений в правительстве не будет. Возможно, будут какие-то точечные решения, но глобально ничего не поменяется. Не планируются и перестановки в руководстве муниципалитетов. Решение о назначении глав администрации районов принимают местные депутаты на основании проведенного конкурса. У большинства еще не вышел срок контракта. А вот запрос на перемены в социально-экономической сфере есть и достаточно высокий. За те семь месяцев, что Олег Николаев был временным руководителем, он почувствовал обратную связь и положительный отклик на свою деятельность. Все больше людей сами приходили и изъявляли желание вовлекаться как в процесс разработки программы развития Чувашской республики на ближайшие пять лет, так и по реализации конкретных проектов. И вот такая тенденция, когда все больше и больше людей вовлекается и становятся небезразличными как в текущей ситуации, так и в будущем Чуваши, конечно же, и вдохновляет, и придает вот такое возвышенные эмоции и чувства, ну и, конечно же, придает силы. А самое главное, вселяет уверенность, что если мы будем последовательно работать, то результат неименуемо будет ровно таким, какой мы его себе планируем. Ну и, а если еще и повезет, то однозначно будет еще лучше. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Сергей Лекарев до недавнего времени, исполнявший обязанности министра промышленности и энергетики, вернулся на свою должность заместителя. Руководить ведомством теперь будет Евгений Герасимов. До этого Евгений Радиславович трудился на Четри, был коммерческим директором на Химпроме и работал на предприятии в Воронеже. Документ о назначении подписан сегодня избранным главой Чувашии. Современное оборудование, которым продолжают оснащать республиканскую детскую больницу, поднимает диагностику и лечение маленьких пациентов на новый уровень. На днях сюда поступили магнитно-резонансный томограф и аппарат для устранения дыхательной и сердечной недостаточности. Что может быть хуже болезни ребенка? Родители, доктора тратят немало сил на восстановление здоровья. После ремонта республиканская детская больница преобразилась. Уютная атмосфера, яркие рисунки на стенах отвлекают ребят от болезни. А хорошее настроение – это уже половина успеха в лечении. Очень большую роль в этом порой долгом процессе играет оборудование. В рамках национального проекта здесь появилась очень нужная аппаратура. Только один томограф обошелся республике более чем в 90 миллионов рублей. Ранее дети Чувашской республики в полной мере МРТ-обследование получить не могли, потому что томограф, установленный в городской детской клинической больнице, он преимущественно снимает головной мозг и позвоночник. Сейчас пациентам доступны такие области, как брюшная полость, малый таз, забрюшенное пространство, трактография. Ну, вообще, вот все, что возможно посмотреть на МРТ, теперь будет доступно. Единственное пока ограничение – это по детям маленьким под наркозом. Отсоединяемый стол позволяет быстро эвакуировать пациента в экстренной ситуации. Появился в отделении реанимации эффективный аппарат для лечения дыхательной и сердечной недостаточности. Протезировать, замещать утраченные функции органов и дыхания, которые человек утрачивает в результате какого-либо заболевания. И благодаря этому аппарату мы даем шанс человеку вылечиться от серьезных заболеваний и состояний, которые сопровождаются серьезными нарушениями дыхания и сердечно-сосудистой деятельности. В ближайшее время больница планирует закупить амагнитный наркозный аппарат, с помощью которого можно будет проводить МРТ самым маленьким и детям с ограниченными возможностями здоровья. А еще у Республиканской детской больницы появится новый корпус. Это будет лечебно-диагностическое и реабилитационное отделение. Строительство нового корпуса нам позволит завершить, я бы так сказал, весь комплекс необходимой медицинской помощи от диагностики, оказания высокотехнологичной помощи, ну и, конечно же, закрепление результата оказания помощи через соответствующую реабилитацию. Реконструкция больницы пройдет в рамках комплексной программы социально-экономического развития Чувашии. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. На какие меры поддержки могут рассчитывать семьи с детьми, люди, оставшиеся без работы, и малообеспеченные жители рассказали сегодня на брифинге в Министерстве труда. Из-за пандемии многим пришлось совсем непросто. Сейчас людям важно снова ощутить под ногами твердую почву, но постоянную работу сразу не найти, поэтому очень кстати социальный контракт. Это пилотный проект, который включает в себя четыре направления деятельности. Первое – поиск по трудоустройству. При трудоустройстве данного гражданина предоставляется 10 134 рубля. Повторюсь, только при трудоустройстве. Следующее мероприятие – это прохождение профессионального обучения и получение до профобразования. Ему предлагаются различные варианты обучения. Последующим гражданин обучается. Оплачивается его стоимость обучения до 30 тысяч рублей. Так, с начала года трудоустроено более 16 тысяч человек, в том числе 263, с ограниченными возможностями здоровья. В рамках соцконтракта можно открыть собственное дело или получить прямую финансовую поддержку. Более 4 240 человек уже воспользовались этим правом. Что же касается поддержки семей, они всегда в приоритете. В этом году на эти цели направлено более 15 миллиардов рублей. А это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Еще одна мера – ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего и последующих детей. С 1 сентября эта сумма составляет 9 851 рубль. Но сентябрьские выплаты еще не поступили на счета граждан. Волноваться не стоит, отмечают ведомстве. Выплаты придут только чуть позже. Напомним, что эти выплаты финансируются из федерального бюджета. Республика получит 77 миллионов рублей. Обычно всегда нашим гражданам оплачивали эту меру поддержки в два этапа. Это 10 числа и 28 числа. В связи с тем, что пока на сегодняшний день отсутствуют денежные средства федерального бюджета, 10 числа выплаты не осуществлены. В ближайшие дни мы подписываем соглашение с Минтрудом России и средства, в установленный законодательственный срок, будут доставлены до каждой семьи. Еще один важный момент. 1 октября завершается прием заявок на единовременный выплаток в школе в размере 5000 рублей на каждого ребенка. Напомним, указ подписан в РИО главы Олегом Николаевым, чтобы в непростых условиях поддержать семьи школьников, где три и более детей. Но по данным ведомства, лишь половина из 14 тысяч семей обратились за выплатой. В случае, если в личном кабинете на социальном портале ранее оформленное вами заявление не отображается, следует отправить его повторно. Как пояснили на брифинге, из-за большой нагрузки в системе произошел сбой, и некоторые заявки не дошли. Более 7 тысяч заявлений сейчас в стадии обработки. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. Консультационные центры для родителей стали неотъемлемой частью работы детских садов. Создаются они на средства федеральных грантов и оказывают помощь даже тем семьям, чьи дети не ходят до школьных учреждений. Добрый день. Меня зовут Михайлова Рината Федоровна. Я специалист консультационного центра. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? В начале года такой центр открылся в столичном детском саду Непоседы. Специалисты оказывают психологическую, педагогическую и методическую помощь родителям по многим вопросам. Один из основных – адаптация маленьких членов общества к окружающему миру. Грантовые деньги позволили сделать поддержку бесплатной для семей. Эти центры для чего они создаются? Для работы с семьями. Те дети, которые не посещают у нас детские сады. Также с родителями, которые в будущем станут усыновителями. Также данные средства будут потрачены на создание материально-технического оснащения, на образование педагогов. Семейное консультирование ведется очно и дистанционно. Состоялось уже более 5000 консультаций. В интернете я узнала о создании консультационного центра на базе нашего детского сада. Звонила по телефону, записалась на консультацию к психологу. Организовано все очень удобно. То есть есть возможность даже подойти с младшим ребенком. Пока я беседовала со специалистом, за моим ребенком был присмотр. Я могла решить все свои вопросы спокойно, не отвлекаясь на ребенка и беседовать спокойно. Подобные консультации помогают семьям обрести взаимопонимание, а детям привыкнуть к новому кругу общения, найти друзей и чувствовать себя уверенно. Ольга Семенова, Григорий Кривошейн, Республика. Благотворительный фонд имени Ани Чижовой опубликовал итоги акции «Дети вместо цветов». На 1 сентября удалось собрать помощь для 48 неизлечимо больных детей. Для них приобрели лекарства, лечебное питание, необходимое оборудование. Всего в акции в этом году приняли участие 72 класса из 32 школ и одного детского сада. Школьники смогли собрать более 270 тысяч рублей. К общему сбору присоединились и коммерческие компании, которые увеличили сумму до 605 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, реализующие животноводческую пищевую продукцию, обязаны соблюдать требования законодательства страны в области ветеринарии. Чтобы путь от пастбища до прилавка был полностью подконтрольным, производители обязаны регистрироваться в информационных системах «Цербер» и «Меркурий». Что это дает, узнаем из следующего сюжета. Олег Сергеев, глава фермерского хозяйства, которое занимается рыбоводством. Здесь выращивают рыбопосадочный материал, то есть мальков. Ветеринарный контроль на производстве особенно важен, ведь покупатели развозят их по всей стране, запускают в водоемы. Случись какая болезнь, пострадают большие особи. А это прямые убытки для бизнеса. Мониторят у нас ежегодно. Ветеринарная служба год-два раза даже получается. Мы продукт создаем осенью и весной на лабораторную экспертизу. Заключение Россельхознадзора о безопасности ветеринарной продукции – своего рода знак качества. Последние исследования на прудах и в реках республики показали – рыба чистая и годна к употреблению. Это мы делаем ежегодно. Это очень нужно, чтобы знать рыбу, качество рыбы, безопасность рыбы. И исследования будут проводиться на качество и безопасность пищевой продукции, на паразитарную чистоту и химико-токсикологические показатели. Лабораторные исследования проводятся совершенно бесплатно, при условии регистрации в системах Цербер и Меркурий. Напоминаем, что в случае приобретения некачественной и опасной для здоровья продукции, вы вправе обратиться в контрольно-надзорные органы. Ульяна Питакова, Николай Скворцов, Республика. Ростуризм запускает новую меру поддержки инициатив в сфере внутреннего туризма. Председатель правительства страны Михаил Мишустин объявил о выделении субсидий в размере 1,2 миллиарда рублей на реализацию инициативы. Поддержку получат проекты в сфере экотуризма, позволяющие комфортно и недорого отдыхать на природе. Гранты будут выделяться на разработку новых туристских маршрутов и благоустройства существующих, включая маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, организацию выделенных зон отдыха. Планируется предоставлять гранты на создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья на объектах размещения или туристического показа, а также пляжах. Презентовать на получение субсидий из бюджета могут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. Заявки на предоставление грантов можно будет подавать в электронной форме по принципу президентских грантов. Алатарский район стал на время летних каникул местом серьезных археологических исследований. Летний лагерь расположился около села Иваньково-Ленина в числе участников – педагоги-историки, студенты и волонтеры. Какие интересные находки, а может и открытия сделали в ходе экспедиции, рассказали за круглым столом в Педагогическом университете имени Яковлева. Поездка в одно из интереснейших мест стала возможной благодаря гранту Министерства науки и высшего образования России. Вернуться на время в прошлое, чтобы узнать, как жили наши предки. Свои земли хранят немало любопытного даже для постороннего взгляда, не говоря уж о научном. В археологических раскопках на живописном берегу Суры участвовала большая команда из 50 человек. В их числе преподаватели, учащиеся школ и вузов, молодежь и волонтеры из Чебоксар, Казани и Тольятти. Палатки, заготовка дров, еда на костре, дежурство по кухне как дополнение к важной и серьезной работе. Безусловно, раскопки являются главной научной целью, считают педагоги. Удалось обнаружить несколько объектов 4 века, а также 6-7, вероятно. Удалось взять множество анализов, которые мы еще обработаем. Их предстоит еще проанализировать в научных центрах России и зарубежья. Удалось обнаружить самое, наверное, раннее погребение по обряду кремации в регионе. То есть это трупосожжение, вероятно, 4 век. И единственное, пока в Пасурье были обнаружены следы древней жизни, палеонтологические находки. То есть раковины вымерших моллюсков. Попытка была найти кости динозавров, но не очень успешная. Были найдены новые археологические памятники в ходе разведок. То есть там средневековое поселение русско-мордовское и пронзового века. Не менее важная миссия – научить ребят, интересующихся историей, основам археологической науки. Проявить им желание двигаться дальше в этом направлении и развивать свои способности. Впервые столь масштабная была экспедиция, где были и профессиональные археологи, и новички в этом деле, то есть школьники. Конечно, для детей это было очень занимательно. Помимо того, что они работали непосредственно на раскопе и узнавали историю родного края, также были еще и большая образовательная программа, лекции, мастер-классы, которые очень запомнились детям. Это лекции по непосредственной истории и мастер-классы по древнему гончарству, древней охоте, домостроительству, древним играм и забавам. Раскопки были интересны тем, что, во-первых, это был большой объем работы. В этом году пришлось много земли выкопать, много керамики было найдено. И здесь уже более точную информацию дадут ученые, которые после экспертизы скажут, что это за керамика какой эпохи. Роман Степанов впервые в такой экспедиции. В этой экспедиции мне понравились раскопки, мастер-классы. Самые запоминающие мастер-классы были те, где мы стреляли из лука и кидали копья. Готовили и вязали ремешки. Несомненно, ребятам будет интересно узнать вердикт ученых по поводу их находок. И они уже думают о будущих экспедициях. Отличившимся в работе вручили благодарственные письма. Инесса Потапова, Игорь Зверев, Республика. Подведены первые итоги финала восьмого национального чемпионата WorldSkills Russia. В копилке сборной Чувашии две медали. Золото завоевала студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа Валерия Суботина в компетенции интернет-маркетинг. Еще одно достижение наших конкурсантов – бронзовая медаль в компетенции туроператорская деятельность. Это успех командной работы студентов Чебоксарского кооперативного техникума Анны Ивановой и Виктории Ильиной. Напомним, в чемпионате принимают участие более 2-х и 8-ми тысяч участников со всей страны. Соревнования проходят по 129 компетенциям. Честь нашей республики на состязаниях отстаивают 56 участников по 46 компетенциям. Это главные новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин